Глава девятая. Выслушайте также о знамениях, которые будут сопровождать род последний, до того дня, как постигнет их пагуба. Истинно говорю вам, во многих познаниях нечестивцев много скорби для них. Радость или скорбь вкусил Адам, коснувшись плода познания, скорбь и проклятие, которое и ныне лежит на вас. И ныне, внимая обольстителю, постигает мир познания, отклонив любовь и веру. И потому конец, который постиг Адама, приближают к себе и потомки его, ожидая пагубы народ свой, дабы самим осудить себя, согласно закону справедливости. А судите за то, что они покорились истине, избрав путь злой, дабы своими руками и плодами греха своего наказать себя за беззаконие свое. Бог сказал, все возможно верующему, ибо он исполняет заповеди от Отца, исходящие, и Бог с ним. Но сказал Сатан, вы цари над всеми, и все возможно вам. Сказал Бог, верующему в Сына, все возможно. Но сказал Сатана человеку, в познании сила. И потому состязались волхвы египетские с Моисеем, творя то же, что он творил, дабы увлечь на путь Адамов. Потому-то и тщится Сатана, противник Божий, показывая вам, что все возможно вам. Так сотворил Бог чудо великое, когда пророк Илья вознесся на небо на колеснице огненной. Верой и Енох ходил по тверде небесной, вознесясь на небо во мгновение ока. Верой и Филипп перенесен был в Азот от Эфиоплянина, и дивился народ силе Божьей, ревнуя о вере их. Но сказал Сатан, что вы дивитесь, берите познание мое, и вы без Бога сотворите то же. И узрит род последний, как полетят по небу птицы железные, и подчинены они будут человекам, и люди будут летать на них. И звезды полетят по небу, и к другим звездам полетят, и человеки будут в них повелевать ими. Сказал Бог, верующий в Сына и соблюдающий заповеди Его имеет жизнь вечную. Но сказал Сатан человеку, ты человек не умрешь, ибо память о тебе в веках, в родных и в потомках твоих. И воздвигнет он великое множество идолов, каменных, медных и золотых и прочих, и заставит живущих поклоняться им и отдавать им почести. Потому что сказал дракон, сие есть память ваша, отцов ваших, сей истукан бессмертие ваше. Сказал Бог, не видел того глаз и не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его в царстве своем. Но Сатан сказал, любите то, что любит плоть ваша, и будет вам царство без Бога, и будете счастливы, живущие в нем. Все имущество будет общее, и никто не будет иметь нужды ни в чем, и все люди станут братьями. Зачем вам Бог? Илья, пророк, сводил огонь с неба, и удивлялись многие славе Бога. Но Сатан сказал, и вы в царстве седьмом низведете огонь с неба, дым и гром, как Илья сводил, когда услышите о том, то знаете, род последний. Многие чудные исцеления произвел Бог по милости своей. Но Сатан сказал, в царстве седьмом чудеса исцеления сотворите и вы без Бога. Сотворите так, что и сердце будете менять, и кровь вливать новую. Когда увидите это, то знайте, род последний. Не сходила благодать Божья на человеков, и славил народ Бога от радости. Но Сатан сказал, вы получите то и более в царстве седьмом, нежели от Бога. Радость и мир обретете вы, счастье и чудное видение. Боли ваши оставят вас, и переживания ваши улетучатся. И поклонится земля духу неверия, который и зайдет из бездны, и многие знамения сотворит он. Так опутают землю, словно тенетами, нитями длинными, по путям железным поползут змеи железные. Моря станут, как масляничные, и по морям масляничным поплывут острова железные. Жуки железные наполнят землю и будут бегать, как кони, и быстрее коней. Люди сменят жилища свои на муравейники и раскинут над ними шатры ядовитые, от которых многие будут болеть и умирать. И мертвая заговорит то, что никогда не говорила прежде, оно будет изрекать много лжи голосами человеческими и услышат от края земли и до края земли. И многие преклонят ухо к голосам тем. И через стекло будут смотреть люди, далеко смотреть, и услышат голоса, которые как бы стекло изрекает, обольщая народы. И полотно даст изображение, а пустота даст форму обманную. Вот наперед возвещаю вам, что отличает род последний царства седьмого. В то время люди будут искать Мессию и не найдут, возжелают правду и не будет ее. Ибо пророки убиты и лежат на улицах Иерусалима. И закроется благовествование для язычников, потому что с пророками будут восхищено и покаяние на небо. Избудется реченное Енохом, и нет боли благовествования язычникам. Господь не пошлет к ним, ибо они избили всех посланных его. Отреклись от Бога, подобно иудеям прежде, и пророки Всевышнего лежат на улицах города. Но вы, жестоковынные люди, с необрезанными сердцами и ушами, вы способны ли слышать что-нибудь, обращаясь к пророкам, обращаясь к мертвым телам их, дабы от мертвых научиться истине, от мертвых, которых избили отцы ваши. Обратитесь, ибо они вскоре оставят вас, оставят на день страшного суда.